Прошли мы Малую Дубной, не доезжая Киржача, я что-то смотрю столпотворение. Хотел сказать, в три ряда нет, там коллега просто стоит на обочине. Неужели отсюда уже начинается затор до покрова? Сейчас посмотрим, что у нас такое по карте. Ехай-яй. И действительно, действительно многокилометровая пробка до самого покрова. Вот это да. Пробка на 1 час 46 минут 9 километров. Блин, а на часах у нас без 15-ти 9 вечера. Так, что делать? А не встать ли нам сейчас на стоянку? Он как задним ходом шпарит, даже чуть-чуть не столкнулись и тут. Не встать ли нам на стоянку? И не поехать ли рано-рано утром? Я думаю, это как вариант. Часика в 4, встать в 5, стартануть. И эти 300 километров мы проедем гораздо быстрее. Сейчас мы протолкаемся. Почти 2 часа, да? 2 часа это уже будет без 15-ти 11. Не то, не сё. На этих 9 километрах. Я надеюсь, что утром-то все-таки будет попросторнее ехать. Если, правда, здесь стоянка-то еще не забитая. Сейчас ведь многие ребята сразу видят такое, что творится. На дороге сразу встают. Многие просто на обочину, чтобы отстояться, а потом ночью тронуться. Вот что, задний ход заклинил, и он назад пытается отпятить. Ладно, сейчас так и попробуем сделать. Попробуем. Зайдем на стоянку и баеньки. Да, друзья, толкаемся мы здесь до Покрова. И еще сказали, в Петушках авария фуру сложила. Под нее еще легковая залетела. Там вообще все встало движение. Здесь осталось до стоянки буквально 200 метров. Но что-то в фуру коллега зашел и стоит прямо на въезде. То ли там уже мест нет, то ли, как в прошлый раз, все протаяло. Ямы большие. Сейчас подтянемся поближе, посмотрим. Да, заехал я на две стоянки. И с обоих стоянок меня с обеих прогнали. Потому что мест уже нет. В Киржаче все битком было. И у Сытого Папы сейчас я проезжал. То же самое. Но что-то после этого, вдруг ни с того ни с сего, движение пошло. Смотрите, мы даже уже не 5 километров в час едем. А даже 45. Но чудес, как обычно, не бывает. Скорее всего, после светофоров сейчас получилось окошко. И ребята разогнались. А куда разгоняться? Сейчас опять встанем. Тут не поймешь, какой ряд быстрее идет. То левый бежит, правый стоит, то наоборот. Но то, что мы уже движемся, и от пробки осталось 50 километров. 5 километров показывает мне мой Сусанин. Ну, еще на 52 минуты. А на часах-то уже полдесятого. За бортом у нас минус 0,5. Поехать-то еще ровно 300 километров. Хотел я сегодня пораньше встать. Но не получается. Пока не получается. Может, сейчас Бокров-то пройдем. На стоянках, может быть, места-то будут. Иначе в петушках придется опять встать в пробку. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. На часах уже 10 часов 10 минут. За бортом 0 градусов. А мы только еще добрались до въезда в Покров. Встать возможности нигде нет. Только единственное на обочину съезжать. Но я не сторонник того, чтобы ночевать на обочине. Хочется дойти до стоянки. А здесь нет. Здесь тоже для грузовиков нет. Тут только для легковых. Так и придется толкаться теперь по городу Покрову. А уже за Покровом искать стоянку. Иначе смысла нет. Сейчас уже скоро будет 11. Пока мы Покров пройдем. Там уж и на сон-то не останется. А еще впереди петушки и там авария. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На часах уже полодиннадцатого вечера. Давненько я так не ходил с такой скоростью по Покрову. По ночному городу не прогуливался. Пешком уже давно бы, наверное, прошел. Пробка пишет еще на 16 минут. Чуть меньше полутора километров. Вот это сегодня попандос. Но не факт, что если бы встал на стоянку еще раньше, то завтра все прям полетел бы. Может, такая Петрушка еще и до утра протянется. Так что сейчас Покров да пройдем, пробежим. И вот за Покровом сразу большая стоянка. Но, скорее всего, она тоже забита. Время позднее. Ребята уже все встают на отдых. Правда, не все. У нас тут целый эшелон едет с Москвы-то. Пока медленно едем, можно внимательно пушки разглядеть на площади памяти. Я, когда шел на Москву, обратил внимание, что держат нас здесь на Владимир не только светофоры. Они, кстати, одинаково говорят, что на Москву, что на Нижний. Но и плохая дорога в основном из-за плохой дороги. Вот она сейчас, по-моему, после первого светофора начнется. Этот участок здесь делали в прошлом году, недавно. А дальше только знак. Внимание! Неровная дорога. Проходим первый светофор. И вроде как движение за светофором идет. Так что мы помещаемся. Можно ехать. И вот они начинаются, ямки. Такие, что действительно быстро не поедешь. Ничего себе. Но здесь-то еще можно их между колес пустить. А дальше второй светофор. Движемся дальше. Эх, а я тут. Дальше как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Капец. Вот из-за этого вся здесь катавасия и происходит. Потому что светофор обычно включается синхронно, чтобы не задерживать движение. Можно даже попасть под зеленую полосу. А сейчас здесь все крадутся из-за того, что с лалом. Начался с лалом объезд препятствий. А еще коллега впереди что-то обключил левый поворот обходить, что ли, собрал с кого-то. Может, у нас еще кто-то здесь и стоит. В полосе. Вот она в чем беда-то. Тут яма-то как окопы. Главное, не объедешь уже. Впереди помеха. Помеха. Кто-то стоит в полосе. Так, я и думал, сломался контейнер. Я думаю, ребята запустят. Эх, Жигуленок сейчас цепанет. Лезет прямо под него. Не видит, что ли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И засыпать даже нечем эти яма. Вот правой полосат у нас. Значит, никто туда не встает. Наверное, тоже подубитая вся. Хотя чисто визуально не видно Да, и все-таки виновник Нашего торжества В кавычках Это дорожное покрытие Светофор зеленый А быстро не едут Куда тут? Куда тут лететь? Хотя вон по встречке фигачат Будь здоров, а там яма-то не меньше Так, объедем мы тоже Пока зеленый светит Вот тут окопы какие Хапец И в правой полосе И в левой Так, ну что, у нас на выходе стоянки Я вот только не знаю, свободно они сейчас нет Но пора уже вставать Без пятнадцати одиннадцать Пойдем посмотрим Есть ли места А мне еще с работающим рейфом-то надо Отдельно где-то вставать Сейчас сторож, я думаю, выйдет И нам все расскажет и покажет Так-то места-то есть Только с рейфом-то подлухо вставать ребятам Тоже как-то неудобно А куда деваться А, туда вон если заехать Точно Заеду-ка я туда Блин, а там У меня длины не хватит Чтобы встать Друзья, ну в общем Буду я ложиться спать здесь Сейчас только место определюсь И я с вами ненадолго прощаюсь Но лишь ненадолго Завтра снова жду вас на канале И мы продолжим И не забывайте, что впереди И все самое интересное Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok